Вы хотели назвать имена возможных организаторов сегодняшней акции? Я не знаю, кто организовал сегодняшнюю акцию. Но я думаю, я скажу, кто связан с гражданским корпусом Азова. Это не такой большой секрет. Я знаю, кто руководил компанией Белецкого. Это мой округ. Да, я не голосовал за Белецкого, говорю откровенно. И считаю, что я не ошибся. Потому что Белецкий сейчас, при всех его военных заслугах, он один из прогульщиков в парламенте. Понимаете, человек либо должен воевать, либо, да, и за это мы его уважаем, либо он должен работать в парламенте. А руководил компанией Белецкого на округе и руководит, насколько я наслышан. Я не могу этого подтвердить, но слухов об этом очень много. Роман Зварич руководит гражданским корпусом Азова, как и руководил избирательной компанией Андрея Белецкого. Поэтому насчет Авакова. Может быть, Аваков там что-то помогает, но вот есть еще один человек. Я о другом хочу сказать. Я тут вот не всегда соглашаюсь с господином Скориком, а здесь я во многом с ним соглашусь. К великому сожалению, опять-таки, при всех заслугах Азова и Белецкого на фронте, вот такого рода акции и символика, которая используется, дискредитирует Украину, новую Украину. Масса публикаций в европейских СМИ, где идут откровенные намеки по поводу символики. А намеках Европы сам начнут через несколько минут. Совершенно верно. И последнее, да. Вот то, что фаеры, вот эти вот шоу. Ведь сегодня был театр. Все знают, что в Верховной Раде сегодня было очень мало депутатов. Кого пугать пришли? Не на кого было давить. Никакие решения не принимались, да. Поэтому это было для телевидения, для телевизионной картины.